Жительницу Первоуральска сбили на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Ленина у остановки Водная. Это уже четвертый случай в этом месяце, когда водители сбивают пешеходов на зебре. Почему горожане стали чаще попадать под колеса, выясняла Светлана Вахмянина. Здесь, на пешеходном переходе, напротив набережной, накануне вечером сбили пожилую женщину. Ей 61 год, она приехала в Первоуральск из Туринска в гости к детям. Вот первые фотографии с места ЧП. На этих кадрах видно, что передвигаться она не может сама, ее перекладывают на носилки. Травма таза, нижних конечностей, довольно тяжелое состояние. Была оказана скорая медицинская помощь, проведены все необходимые мероприятия по обезболиванию, по стабилизации. Больная была доставлена в стабильно тяжелом состоянии в городскую больницу номер один. Женщину сбил водитель на Тойоте РАВ-4. Ударом пенсионерку отбросила от пешеходного перехода на несколько метров. По словам водителя Тойоты, его ослепило яркое солнце. Так, по крайней мере, записано в протоколе. Общаться с нашей съемочной группой водитель отказался, но фото аварии попали в социальные сети. И там, среди первоуральцев, разгорелся спор. Некоторые считают, что во всем действительно виновата солнце. Давайте посмотрим комментарии. На шайбе нужно сделать большой козырек от солнца, чтобы тень падала на пешеходник от Лукоила. Сегодня там ехал. Солнце слепит не в поддержку водителя. Почему всегда виноват водитель? А пешеходу глаза для чего? В жизни бывают разные ситуации. Возможно, торопился по очень важному делу. Надо отметить, что в Первоуральске это уже четвертое ДТП, когда людей сбивают прямо на пешеходных переходах. Два из них именно в этом месте, возле остановки Водная. Сейчас в администрации Первоуральска решают, что делать со слополучной зеброй. Управление ЖКХ городского округа Первоуральск рассматривает вопрос об организации в этом месте регулируемого пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД составили протокол, проверили водителя на алкогольное опьянение, измерили тормозной путь машины. Владелец Тойот, избивший женщину, 29-летний житель Екатеринбурга. Он ехал в Новоуральск. По словам дорожных инспекторов, он был трезвым и не имеет штрафов. Другой пешеход, который одновременно с женщиной, только с противоположной стороны, вышел на проезжую часть дороги, он говорит, что он видел, что водитель автомашины Тойота РАВ-4 посмотрел в его сторону, что он уже выше. В это же время одновременно с ним вышла эта женщина, но продолжил движение дальше. Виновнику ДТП пока выписали штраф в 2500 рублей. Дальше его судьба будет зависеть от того, как сильно пострадала женщина и как быстро она поправится. Водитель может отделаться штрафом до 25 тысяч рублей, либо лишиться прав сроком до двух лет. Светлана Вахмянина, Александр Захаров, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.